Лишили жизни мужей. В минувшие выходные в Мотовельхе произошло два тяжких преступления. Представители сильного пола убили их же жены. Что подвигло женщин поднять руку на своих благоверных? Ответ на этот вопрос искала Елена Яговцева. Она маленькая, худенькая, всю жизнь работает на почте, очень такая, как бы спокойная. Вот сколько мы здесь живем, сколько их видим. Они, знаете, все вместе ходили парочкой. Она идет с работы, и он за ней тихонечко. Чужая душа потемки, а уж семья и подавно. Соседи недоумевают, как могла спокойная и равновешенная женщина жестоко расправиться с человеком, с которым прожила в браке более 20 лет. По материалам дела, подозреваемая несколько раз ударила своего мужа отверткой, а затем и ножом. Причем даже не осознала масштабы содеянного. Со слов обвиняемый потерпевший попросил у нее чай, то есть сделал ему чай, тот выпил и лег спать. Сама обвиняемая вымыла полы, то есть убрала палас, на котором была кровь, на балкон. И также с ее слов легла спать. Днем воскресенья пришла их совместная дочь, разбудила, получается, обвиняемую, и было обнаружено, что муж скончался. А несколькими часами раньше кровавая драма разыгралась в микрорайоне Запрут. По словам свидетелей, житель одной из квартир этого дома начал обвинять свою возлюбленную в неверности. Женщина решила переждать скандал у соседей. И этим, как выяснилось, только усугубило ситуацию. Разъяренный мужчина ворвался за ней в чужую квартиру. Она схватила нож, пообещала убить своего сожителя за то, что он ее обзывает и ревнует к другим мужчинам. Однако он ответил ей, что она его не убьет. Она решила его напугать с ее слов, подумала, что он и вернется, и ткнула его ножом. Она спокойна, он буйный. Он же не первый раз просил. Ну, не только у нас. Он много у кого просил, чтобы мы надавали. Всяко было. У него и башка пробита была. Ну, не понимал, что. Следователи полагают, что независимо от того, кто был зачинщиком ссоры, и в том и другом случае, женщины имели возможность убежать или вызвать полицию. Поэтому о превышении пределов необходимой обороны речь не идет. Обвиняемые задержаны. Приговор будут ждать в СИЗО. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.